Господи Боже наш, изволивай на всем месте и на всем положенном, и во имя Твоя благословенном камень основать из Себя церковь, сам Твоя от Твоих Тебе приносящих. Совершает первое богослужение на месте пока еще строящегося храма. Здесь есть только фундамент, первые кирпичные ряды стен и поклонный крест. Но уже на место будущей церкви приехали десятки прихожан. Видите, вы сами по тому количеству людей, которые пришло, хотя это не особо меня афишировали, никого не собирали, это люди, которые просто узнали друг от друга, что сегодня будет такое богослужение здесь. Я думаю, что храм этот будет полон с первых же дней его существования, именно потому что он нужен. Нужен жителям заводского района, который в последние годы меняет свой облик и духовную репутацию. Заводской район, в принципе, считается таким, ну, раньше, по крайней мере, был, наверное, не очень благополучным, а сейчас вот духовно, именно морально. А сейчас здесь появился, появится, вернее, храм, который будет соединять духовно людей и, наверное, как-то оздоровлять эту местность. Тандем власти и духовного сообщества. Капсулу с посланием другим поколениям закладывают вместе владыка и глава города. Олег Грищенко лично приехал на торжественную церемонию. Буквально 10-15 лет назад в заводском районе вообще не было возможности у жителей куда-то сходить. И нужно было ехать, значит, всей семье, чтобы помолиться в центр города. Вот ближайшее было на корзаводе, я знаю, значит, казанской Божьей Матери. Ну, там собиралось очень много народу, и она вообще просто не вмещала всех. И причем она, если ее сейчас отремонтировали, то раньше-то она была вообще там в ужасном состоянии. Вот, и поэтому заводским активом было принято решение о том, что нужно заводскому району больше строить храмов. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Будут не только поддерживать православную культуру, но и облагораживать близлежащие территории. Вот эти клочки земли, мы их благоустраиваем. Здесь, я думаю, что помимо храма, здесь будет разбиться квера, лавочки будут стоять. Это место, где люди, куда могут приходить, гулять и все остальное. Мы благоустраиваем район, а это благоустраивается, и люди могут сюда еще прийти, и это очень здорово. Будущий храм основали в честь Вознесения Господня, приостановив строительство на сокровенные два часа. Тем самым вдохновив местных прихожан, которые давно ждали это событие. Чтобы нас Господь вознес своими святыми молитвами на небеса. Молиться надо, молиться. Детей надо побольше приобщать к вере православной. Больше молодежи стало в храмах. И если раньше, даже на Пасху, когда служба в 12 часов крестный ход, и как-то в основном уходили, то сейчас люди остаются и очень много детей. Это говорит о востребованности вообще того, что мы сейчас делаем. А то, что сегодня открыли храм здесь, ну, заложили, конечно, это очень большое дело. Пока не хотят говорить о сроках окончания строительства нового храма, но уверены, что его завершат без препятствий. И свою уверенность подкрепляют молитвами. Спасибо, Господи. Дай Бог вам доброе здоровье. Юлия Конькова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов. Спасибо, Господи.